Здравствуйте дорогие зрители, на связи IT District и в сегодняшнем видео об Android разработке мы познакомимся с первым виджетом, который называется TextView. Этот виджет необходим для отображения какого-либо текста, для создания этого виджета в созданном Activity, то есть в созданном экране Android приложения, в XML верстке, во вкладке не дизайн, вот вкладка дизайн, но я ее не люблю пользоваться, есть вкладка текст, мы спускаемся чуть ниже нашей прослойки Constraint Layout, для создания нужно ввести сначала знак тега, а затем нужно ввести TextView, так как мы работаем в пакете AndroidX, то нам нужен вот этот виджет AppCompateTextView, вот он AppCompateTextView, кликаем табуляция и он у вас автоматически создается, для начала нужно определить его ширину, ширина у нас будет во весь экран, поэтому вводим MatchParent, вот атрибут видж это ширина, мы ввели MatchParent, значит во весь экран, если вам нужна ширина по контенту, то есть в зависимости от того, какой контент, то есть какое содержание у него, чтобы он его облегал, чтобы TextView облегал свое содержание, то ставьте в RapContent, то есть по контенту, либо фиксированную сумму, там например 100 dp, но это подобно пикселям при создании сайтов, да, только пиксели на разных экранах выглядят по-разному, а dp это такая уникальная единица измерения, на всех экранах выглядит одинаково, ну я такой единица как dp редко пользуюсь, в основном MatchParent или в RapContent, я поставил MatchParent, кстати тут справа есть превью вкладка, кликаем, чтобы посмотреть, видеть как у нас все это будет выглядеть, теперь, следующий атрибут, который автоматически создался, это высота, высота у нас будет вот как раз таки по контенту, поэтому я ввожу в RapContent и табуляция, и так, теперь нужно нам поставить тег закрытия этого виджета, все что нужно сделать, это в конце второго автоматически созданного атрибута поставить слэш, и он автоматически закрывает, но как вы видите, он у нас подчеркнут красным, то есть есть ошибка, так как он у нас входит в оболочку ConstraintLayout, нужно задать координаты, по горизонтали не нужно задавать координаты, так как он растянулся на весь экран, но по вертикали нужно задать координаты, поэтому нам нужно добавить еще один атрибут, давайте вот этот закрывающийся элемент виджета вот вниз спустим, и продолжим настраивать наш TextView, спускаемся ниже после настройки, после определения высоты, и обращаемся к библиотеке ConstraintLayout, для этого вводим App, ставим $ и нужно установить местоположение нашего виджета, мы его будем располагать верхнюю часть нашего виджета к верхней части экрана, то есть к верхней части прослойки, то есть к верхней части, для этого мы вводим Layout, Constraint, Top to Top, то есть верхнюю часть нашего виджета присоединяем к верхней части экрана и указываем значение Parent, все, он у нас, видите, уже не подчеркивается красным, теперь, значит, самое важное, в чем предназначается, самое важное предназначение этого виджета, это в размещении текста, давайте разместим текст, для этого вводим, обращаемся к библиотеке Android, то есть вводим ключевое слово Android, и вводим название атрибута Text, вот, Text, нам нужно ввести текст, да, мы можем, конечно, просто ввести какой-то текст, и сейчас я увеличу для вас, видите, он появится здесь, но это, так сказать, правило поведения некорректного кода, да, по правилам чистого кода в Android нам нужно текст вставлять в ресурсах, для этого есть папка value, здесь есть папка, здесь есть файл string, вводим, входим, и тут нужно создать первую ссылочную, первую, первую строковую ссылку, ну, то есть, как бы, я вам сейчас сейчас расскажу, мы должны ввести string, и, видите, автоматически создается новая ссылка, мы должны ввести имя, по которому будем идентифицировать эту надпись, введем сейчас, ну, допустим, my address, да, типа мой адрес, закрываем, то есть, тег, как только закрыли тег, появляется закрывающая часть этого тега, и здесь нужно ввести тот текст, который мы будем отображать в textview, давайте введем адрес нашего дома, и так, мы ввели контент, сейчас приблизим это, теперь возвращаемся обратно в то activity, где мы ввели наш текст, да, и про все, что, сейчас удалим отсюда текст, и все, что нужно сделать, это просто ставить ссылку на наши ресурсы, для этого все, что нужно сделать, это ввести имя нашей ссылки, какое имя, давайте вернемся в стринговые ресурсы, my address, вводим my address, видите, появляется подсказка, высвечивается наш ресурс, можно либо кликнуть, и также нажать табуляцию, либо просто табуляция, и давайте увеличим, и видите, все, все отлично отображается, в чем преимущество, смотрите, допустим, вы ввели какой-то текст, сделали приложение, но позже вам стало необходимо, возникла такая необходимость, поменяйте этот текст, и допустим, и такая ситуация, что этот текст у вас расположен сразу в нескольких экранах, и вы можете, будете, начнете заходить в каждый экран, и править, во-первых, это долго, во-вторых, вы можете пропустить, и где-то этот текст не поменяете, не поменяете, не подредактируется, и будет ошибка в этом, а если вы завели, как в ресурсах, то все, что вам нужно сделать, это зайти в ресурсы, и вот здесь его поменять, и в итоге он поменяется во всех остальных экранах, это вот в этом большое преимущество, и всегда пользуйтесь, пользуйтесь ресурсами, также, ну, текст какой-то бледный, давайте я вам еще раз увеличу, посмотрите, какой бледный текст, ну, это как-то некрасиво, давайте сделаем его красным, ну, или близким красным, для этого вводим, опять же, ключевое слово, Android, и вводим атрибут TextColor, и теперь нужно нам ставить цвет, да, конечно, мы также можем завести цвет вручную, но намного проще, и намного лучше, опять использовать ресурсы, также заходим, вот в папке Value, есть папка Color, Тут есть цвета, да, давайте создадим новый цвет, синенький, да, также открываем тег, вводим Color, тот раз String вводили в этот вариант, при создании цвета вводим Color, Name, и давайте назовем ColorText, при создании имен, также используем горбатый формат, когда последующее слово в названии примыкает к первому, но начинается уже с большой буквы, и так далее, если будет, если название будет состоять из нескольких слов, закрываем тег, появляется закрывающая часть, и нужно ввести маркировку, можно либо такую маркировку брать, ссылка на сайт, где можно брать такую маркировку через решетку, будет в описании, но можно обратиться к базовым цветам Android, для этого вводим собака, Android, вот появляется, да, и появляются различные подсказки, нам нужно, можете вот, Green Dark, это зеленый выбрать цвет, но я возьму синий цвет, вот как через решетку, идем сейчас, это я хотел вам просто показать, как можно подсоединять и так цвета, звездочка, 0, C, 20, 54, вот, подсоединился цвет, видите, я сделал как маркировки, возвращаемся в наши Activity, и все, что нужно сделать, это указать ссылку на наш цвет, цвета наши, наш цвет называется Color Text, давайте видим Color, и вот видите, появилась ссылка на наш текст, и когда вы выбираете определенную, ссылку на определенный цвет, то видите, слева, появляется подсказка, с отображением данного цвета, выбираем и табуляцию, и табуляцию нажимаем, давайте увеличим и посмотрим на изменения, видите, все получилось, теперь текст нужно сделать жирным, да, нам допустим, для этого вводим Android, и должны, и мы указываем атрибут TextStyle, указываем атрибут TextStyle, вот он, этот атрибут, три варианта, нормальный, и талик это курсивный, и болт это жирный, нам нужно выбрать жирный, выбираем болт жирным, и он сразу выделился, также текст можно, ну, вернее, текст нам хотелось бы выровнять, текст нам хотелось бы выровнять по центру, давайте для этого, давайте для этого вводим ключевое слово Android, и нам нужно ввести слово, и нам нужно ввести название атрибута Gravity, вот он Gravity, и вариант есть центр, по центру, внизу, и вот различные варианты, там в конце, по горизонтали, по вертикали выбрать, то есть поэкспериментируйте, но я выбираю центр, и данный виджет у нас выровнялся по центру, теперь, например, нам нужно сделать так, чтобы все буквы, весь текст в этом виджете был прописан заглавными буквами, для этого также ключевое слово Android, и есть такой атрибут, text, all caps, и для того, чтобы весь текст был в виде больших букв, то выбираем true, то есть истина, увеличим демонстрационное окно, и вот, пожалуйста, он с большими буквами, теперь давайте приблизим его назад сюда, чуть-чуть поднимем закрывающийся тег, да, ну, это все хорошо, но у нас пока этот виджет статичный, с ним ничего нельзя сделать, для того, чтобы и с ним что-то можно было сделать, нужно создать объект этого виджета, в Java классе, этого же окна, нашего окна, то есть activity, да, как я говорил ранее, приложения состоят из экранов, экраны в Android разработке называются activity, эти activity состоят из двух файлов, XML файла, то есть шаблона, и Java класса, в XML мы создаем внешний вид данных виджетов, а в Java классе мы прописываем весь функционал, который может происходить с этими виджетами, для того, чтобы что-то сделать с данным текстовым полем, нам нужно создать его объект, для того, чтобы привязать этот объект к нашему виджету из XML файла, нам нужно его уникализировать, то есть отличать его от других, то есть установить для него какой-то индивидуальный признак, такой признак в Android разработке называются идентификаторами, для создания, для того, чтобы отнести к данному текстовому виджету конкретный идентификатор, нужно создать специальные атрибуки, Итак, этот атрибут указывается, как правило, самым первым, для этого вставляем строку, вводим ключевое слово Android, вводим название атрибута ID, нажимаем табуляция, вводим, видите, у нас сразу подсказка идет, но если подсказки нет, то запомните, мы вводим собака, плюс ID, ставим слэш, и вводим какое-то уникальное название, например, my address, адрес, вот, видите, мы создали для него уникальный идентификатор, теперь давайте перейдем к Java классу, для того, чтобы создать объект, этого текстового поля, то есть, представьте себе, вот есть, смотрите, у нас есть состав, поезд, и главная, главная кабина машиниста, есть машинист, но, и есть двигатель, но дело в том, что у нас у поезда случилась поломка, и машинист не может запустить двигатель, потому что он, потому что при запуске нет связи с двигателем, и для того, чтобы поезд начал свое движение, нужно связать управление с двигателем, вот, представьте, здесь та же самая структура, для того, чтобы что-то применить к этому виджету, для него нужно создать объект, который привяжется к этому виджету, и через этот объект, мы будем влиять на этот виджет, Для того, чтобы создать объект. Снова вспоминаем прошлый урок, в котором я рассказывал про перемены. В первую очередь переменную нужно создать. TextView по факту это та же переменная. Вам нужно создать переменную, считайте TextView, но в Android разработке она называется как объект. Для этого мы должны ввести тип переменной, то есть тип виджета. Для этого мы должны ввести текст. У вас выходят подсказки. Выбираем наш виджет, не TextView, потому что у вас выйдет ошибка, потому что мы создали виджет типа AppCompateTextView, потому что у нас пакет AndroidX. Выбираем этот тип. Затем ставим пробел и вводим название. Называть объекты виджетов лучше всего именем, идентичным его ID, то есть MyAdress у нас ID. Давайте скопируем ID. Вообще название может быть любым, но со стороны логики лучше всего так делать. И вставляем название. Все. И вставляем название и ставим точку запятой. Я тут перед тем, как начал снимать этот урок, я нечаянно удалил этот метод onCreate, но он обязателен для Activity, потому что он наполняет этот класс UI дизайном, то есть UI элементами, по факту говоря, версткой из нашего XML шаблона. Поэтому он обязателен, но об этом поговорим позже. Просто знайте, потому что сверху него создаются все переменные, а внутри этого метода мы производим все манипуляции с данными объектами. Итак, мы создали объект нашего текстового поля. Но мы с ним ничего также не можем сделать, потому что нам нужно его привязать к этому виджету из XML шаблона через ID. Для этого, для того, чтобы привязать объект к XML шаблона, нужно произвести следующие действия. Мы теперь уже вспоминаем так же предыдущий урок. После того, как мы объявили переменную, мы можем уже применять к ней какие-то действия, уже обращаясь по имени. То есть, поэтому мы вводим название объекта MyAdress. Он уже, видите, вам Android Studio уже подсказывает. Ставим равно, то есть оператора присваивания. И нужно ввести метод FindViewBid. Вот он у вас. Find вводите, и уже подсказка выходит. Этот метод позволяет привязывать виджет из XML шаблона к Java классу. И теперь все, что нужно сделать, это обратиться к нашему виджету из XML шаблона. Заметьте, вот из этого XML шаблона, поэтому он указывается в данном методе, чтобы мы могли связываться именно с этим шаблоном. Итак, для связки с ID-шником мы вводим букву R. Буква R обозначает ресурсы, то есть все вот эти строки, стили и также шаблоны. Видите, вот папка Res, то есть ресурсы, в нее входят и изображения, и папка Layout. А папка Layout содержит ActivityMain, то есть папка Layout содержит наши все XML шаблоны. Поэтому через вот этот большой символ R мы обращаемся к этой папке ресурсы. Затем ставим точку, это значит переход глубже на следующий уровень. Вводим ключевое слово ID, так как мы обращаемся к ID-шнику, ставим точку и должны теперь указать наш ID-шник. Вот нам подсказывают, уже видите, вторая строчка, это наш ID-шник MyAdress. Вводим MyAdress и ставим точку запятой. Все, видите, у нас все выделилось фиолетовым цветом и уже наш созданный объект сверху также выделился фиолетовым цветом. Пожалуйста. И теперь давайте сделаем следующую. Теперь мы можем делать все, что угодно с нашим текстовым полем. Например, давайте я, конечно, забегу чуть-чуть вперед, но допустим мы не установили цвет текста и мы не установили название текста. Давайте удалим этот атрибут. Да, и давайте я вам увеличу, чтобы вы все видели. Нету текста. Ну, потому что мы не ввели его текст. Также этот текст мы можем задать не из XML шаблона, а прямо из Java класса. Смотрите. Для того, чтобы что-то сделать с данным текстовым полем, нужно обратиться к его объекту. Название объекта MyAdress. Вводим MyAdress. Видите? Ввели. И дальше для того, чтобы с ним что-то сделать, то есть применить к нему какие-то методы, нам нужно поставить точку. Это у нас будет символизировать, что мы обращаемся к этому объекту. И вызвать метод setText. Значит, смотрите. Классические методы делятся на два типа. Это set и get. Метод set и метод get. Между разработчиками принято их называть setter и getter. Get возвращает какую-то информацию. Set записывает какую-то информацию. Нам нужно записать текст. Мы должны выбрать метод setText. Его видите? Здесь несколько вариаций его использования. Вариации его использования. Но мы будем вводить имя из ресурсов. Поэтому о ресурсе, опять же вспоминаем предыдущий урок, в котором мы говорили, что бывают какие-то перемены. Бывают строковые перемены, бывают числовые перемены. Так вот, вся информация, которая содержится в ресурсах у вас, будь то цвета, строки, либо изображения, информация в этих файлах, она воспринимается в Android Studio как числовая переменная, то есть переменная int. Поэтому мы выбираем вот этот метод setText, внутри которого лежит int. Выбираем и обращаемся также к ресурсам. R, точка. Теперь уже наше название лежит в файле string, поэтому мы вводим слово string. Ставим точку и у нас выходят подсказки различные. И внизу вот название нашей строки, нашей строчки myAdress. Пожалуйста. Теперь давайте также мы уберем цвет. Ну, не написали мы цвет, да? Убираем цвет. Прямо ниже. То же самое. MyAdress. SetColor. Вот. И выбираем метод setTextColor. И также внутри, чтобы была переменная int. Так как мы будем загружать из ресурсов. Выбираем и также обращаемся к ресурсу R. Но уже ставим, обращаемся к файлу, обращаемся к файлу color. И находим название цвета. Видите? ColorText, как мы тогда вставляли. Отлично. Ну, видите, какая штука происходит. Ему не нравится то, как мы обратились к цвету. Если у вас будет выходить, если вы что-то сделаете неправильно, у вас будет все подчеркиваться. И слева будет загораться эта лампочка. Все, что нужно сделать вам, открыть эту лампочку. И выбрать устранение ошибки. В данном случае это вот это устранение ошибка. Кликаем по ней. И видите, он все у нас исправил. На следующем уроке мы с вами разберем виджет кнопки. А точнее, я не вижу особого смысла использовать обычную кнопку. С развитием материального дизайна. Ну, вкратце расскажу, что материальный дизайн, концепция этого материального дизайна помогла сделать мобильные приложения очень крутыми. С различными фишками и с красивыми элементами. Так вот, многие элементы материального дизайна заменили классические элементы. То есть, классические виджеты и стандартную кнопку мобильного приложения. Теперь имеет смысл использовать не виджет AppCom, не виджет Button, а виджет Material Button. То есть, материальную кнопку. В общем, мы рассмотрим с вами различные варианты исполнения этой материальной кнопки. И также мы посмотрим, как с помощью материальной кнопки можно менять текстовое поле в зависимости от того, кликаем мы по ней или нет. Также мы рассмотрим весь функционал этой материальной кнопки. Поймем, как определять события при клике по ней. Как все-таки прописывать функционал клика по этой кнопке. Рассмотрим такие понятия в Java программировании, как условные операторы. Какие они бывают. И также, наверное, даже перед этим уроком мы разберем аналогичный способ привязки виджета к XML шаблону. Видите, как бы здесь раз мы объявили, два мы привязали. Так вот, я вам покажу, как с помощью специальной библиотеки можно все это сделать в одну строчку. Это очень помогает, когда у вас море переменных. На сегодня у меня все. Если вам понравилось это видео, ставим лайк. Всем удачи, всем пока.